Попробуем. Мы вчера немного касались того, что изучая Землю, конечно, нельзя пересмешать знания о жизни. У нас были динозавры появлялись. Это вчера? Не знаю. Нет. Это вчера. Это позже вчера. Да. Позже вчера. Да. Мы узнали, что окажется, можно уничтожить жизнь одним портновением. Не жизнь, а какую-то форму жизни. Столкновением с небесным телом. Есть одна безумная идея о том, что жизнь возникла благодаря столкновению с небесным телом. И самое удивительное в этой идее, то, что она именно сейчас считается приемлемой. А Бога, 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 считается неприемлемой. И, наконец, наконец, нужно присмотреться все-таки к Богу жизни. С одной стороны, земной шар это большая штука. Не помню, а то не помню, что порадилось. 6300 км. Важно понимать, что этот шар устроен следующим образом. Есть шар. Обычно это сравнивают, конечно, с кожурой на яблоке. На нем есть кора. Вся жизнь, конечно, расположена в этой коре. Кора очень тоненькая. Но важно, что людям никогда не удалось ее просверлить. Были попытки. Самая глубокая яма. То есть там есть вот так земля. Вот здесь земля шар. На нем мы где-то живем. Мы там. Сокродимся. И нам, конечно, страшно интересно, что там внутри. Что там внутри. Значит, что? Ядро. Ядро. Это очень смело. Потому что откуда мы можем знать, что там сидит друг? Ну, предположим. Есть какой-то... Мы не знаем, что там. Мы видим только в книжках. Вот если мы выйдем в огород, то что мы видим? Я не знаю, кто копал глубокие ямы. Самая глубокая в жизни. Три метра. А? Три метра. Метра три. И что там? Замяк. 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 Вначале там идет чернозем. Ну, да. Сколько толщина? Ну, в самых богатых местах, по-моему, полметра. Ну, да. Сантиметров шестьдесят. То есть идет что-то черное. Потом начинается какая-то ерунда. Эта ерунда занимается достаточно долго. Называется земная кора. Вот есть какая-то очень тоненькая, очень тоненькая штука. Земная кора. Например, откуда мы знаем, что земная кора когда-то заканчивается. Начинается что-то другое. Какие идеи? Как мы можем знать? Олег? Просверлить. А? Просверлить. Просверлить. Вот люди... Допустим, допустим, земная кора... Я боюсь сейчас ошибиться сколько. Ну, по-моему, сто с чем-то километров. Но люди просверлили... Тринадцать чем-то. Здесь десятую часть коры. Самая глубокая скважина, это десятая часть коры. То есть нам даже кору не удалось просверлить. Откуда мы тогда знаем, что там внутри? Олег знает. А кто еще знает? Ну, что там? Например, там может быть страшно холодно. Знаете, когда идешь в пещеру, холодно. Может быть, там страшно жарко. Как там внутри? Как это узнать? Откуда это мы знаем? Из вулкана, да? То есть есть вулканы, и мы как-то догадываемся, что там внутри что-то кипит и выстреливает наружу. Но это не единственный аргумент. Все-таки там есть что-то страшное жаркое. Например, еще в 19 веке люди считали, что там внутри есть полость. Полость. Еще в 19 веке серьезно обсуждали, что, может быть, есть люди, которые живут с той стороны полости, внутри земли. И у них там есть свои города, цивилизация. Потом, слава Богу, они перестали про это думать. Но, в конце концов, откуда дно? Где-то должен быть... Вначале мы погружаемся, и становится холодно, а потом жарче. В общем, это ничего не значит. Но можно предположить, что где-то есть огонь. Что-то оскаленное, да? Ну, пускай, есть раскаленное. Но до раскаленного мы, конечно, никогда не докапывались. Видели только вулканы, и на дне океана видно, как из дна у что-то бьет. Вулканы. То есть, есть какие-то дырочки, которые связывают с горами. И тут уже что-то сбегает. Хорошо. Но, в конце концов, может быть, там все внутреннее, там есть какое-то устройство или нет. Если вот птички посмотрят, то он скажет, что там есть масло. Мантья, мантья из них. И устроено это как будто есть какой-то семечки, да? Где-то мякоть и кожура. Но как это все узнали? Оказалось, что есть еще один способ узнать, что внутри есть какая-то структура. Это узнали благодаря землетрясению. Когда землетрясение в каком-то одном месте бьет, то в другом месте регистрировали. И оказалось, что идет волна звуковая под землю. Как-то выходит в другом месте, отражаясь от чего-то. Это значит, что там есть отражатель какой-то. Значит, есть другая какая-то порода, какая-то штука. Но какая, мы не очень понимаем. Поэтому надо где-то научиться копать глубоко. Мы копать глубоко не умеем, поэтому мы это узнаем обычно из устройства небесных тел. Потом сейчас стероиды поменьше, эти кусочки. И мы надеемся, что вот внутри земли так же, как снаружи. Но в конце концов мы узнали, что эта штуковина большая. Следующий вопрос. Сколько на ней места занимает жизнь? А мы реально не умеем копать? Десятую часть прокопали. Из 140 с чем-то километров мы прокопали, по-моему, вот Олег Пром в 13 с чем-то. А что случается? Не, ничего, просто не хватает сверла. Просверлили советская экспедиция где-то там на севере России. Просверлили самую глубокую дырку. Были надежды, что надо просверлить земную короту, эти 146. Потом решили, что это хватит. Особой там экономического эффекта никакого. Ничего не могут наследить, зачем копать. Прекратили сверлить. И, в общем, дальше уже не сверлить. То есть, все, что мы знаем о структуре земли, мы знаем как-то очень косвенно. Либо по вулканам, либо по отраженным сейсмоволнам. Но никогда, конечно, туда никто не спускался. Никакие пещеры, конечно, глубже, чем земная кора, не бывают. А точка. Следующий вопрос. Жизнь. Насколько это огромное явление? Оказалось, что жизнь занимает еще меньше, чем кора. То есть, существует нижняя граница и верхняя граница жизни. Вот вместе жизнь занимает не больше 20 километров. Пленку на земном шаре не больше 20 километров. Самое глубокое место на Земле какое? 11 километров. Сколько? 11 километров. 11 километров. Самая глубокая точка в океане, да? И, соответственно, можно так посчитать, там, примерно километров 8 над землей, 10. Еще есть какая-то жизнь. Дальше уже ничего нет. Жизнь – это очень-очень-очень тоненькая пленка. То есть, получается, что это во сколько раз? В 7 раз меньше, чем земная кора. А вот есть какая-то пленочка тоненькая, которая называется жизнь. Что мы там видим? Ну, во-первых, люди, когда вышли из воды, они сильно потеряли в своем среде обитания. Кто-то даже пытался посчитать, что когда жизнь вышла на сушу, она существенно уменьшила зону существования, потому что перестала дышать под водой. И теперь под водой, конечно, давление сильно растет. Самый глубокий зоныр под водой у человека без всяких приспособлений, по-моему, 72 метра. Где-то так. И то это уже страшно, потому что каждые 10 метров под водой происходит нарастание давления в одну атмосферу. А что? То есть, вот так как давит на нас воздух на земле, если вы заберетесь на 10 метров под воду, это уже будет 2, 2 атмосферы. Еще на 10 метров 3, 72, это 7 атмосфер. В общем, 72 метра это уже почти... Что надо было этому человеку, чтобы нырнуть круглую длину? А они получают удовольствие, потому что у них легкие сжимаются. А, там что-то происходит с легкими, нравится им нырять. Для этого они использовали всякие грузики. А он выныривал? Да, грузик, и потом быстро выныривают. Это даже как-то специальным словом называется. Ну, 72, в общем, метра. Вверх, та же самая ерунда. То есть, когда человек идет в горы, это, конечно, немножко повыше. То место, на которое он может собраться. Например, человек может зайти все-таки на Эверест, но это уже очень трудно. Очень трудно. И, конечно, оказалось, вначале люди рассчитывали, что человек покрывает все пространство жизни. Но это, конечно, ошибка. Вот этот несчастный трансатлантический кабель, о котором мы говорили, символ одиночества Вселенной, который лежит на дне Атлантического океана, бесхозный. Когда к нему подплыли на подводных аппаратах, оказалось, что он здесь покрыт жизнью. Казалось бы, из какого-то глубины жизни быть не должно, потому что там нет света, там абсолютно темно, ничего хорошего. Но там возникают рыбы, которые сами себе светят. У них есть фонарики. И оказывается, что жизни на дне очень много. Потом люди пытались еще решить, что чем лучше, тем меньше жизни, и чем севернее, тем меньше. Но сейчас оказалось, что распределение жизни таково, что чем севернее, тем больше. Это тоже интересный результат, потому что нам кажется, что жизнь должна тянуться к солнышку, чем южнее моря. Мы представляем себе южные моря, как моря, которые кишат жизнью. Там должно быть всего много. На самом деле, жизни больше в северных природах, и особенно много в Северном Ледовитом океане. Потому что там твари больше. Там один кит чего стоит. А что уже говорить о моржах и тюленях? А считается как... Биомасса в килограмм. А, в килограмм. Не в экземплярах, не в штуках, а в килограммах. Биомассы чем севернее, тем больше. А мелкие там есть? Есть, 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 но меньше. А с людьми не работают? Идет в круглые. А? С людьми не работают? И действительно, наверное, больше. Ну да. Ну вот. Вот такое распределение жизни. Теперь, конечно, очень хочется к ней присмотреться. И первое, что люди делали с живыми существами, ну, любовались, конечно, как-то их классифицировали. Как-то их классифицировали. Самый великий классификатор в 17 веке появился Карл Линней. Жил в Швеции. Семья сидел в ботаническом саду. Делал зарисовки. Все классифицировал. И написал книжку на 16 страниц, по-моему, первое издание. Система природы. Которая перевернула мир. Он ее увеличил в жизни все больше и больше. И как всю жизнь это был полян. Но вообще удивительно, что это то, что дети любят делать. Когда есть надежда, что мы можем назвать, как Адам, все живые существа во Вселенной. Естественно, мы называем вначале всех самых больших. Кита каждый может назвать. Кстати, никто никогда не видел, как киты размножаются. Что даже ни у кого никаких идей нет. Казалось бы, они самые большие существа во Вселенной. И что там сложного, да? Проследить за их движением. Но никто никогда не видел. Все-таки их не так много, чтобы отправить экспедицию. Вот не видели, вот не видели. Вот. Едем дальше. Едем дальше. Можно еще какие-то представить масштабы, с масштабами поиграть. Ну, конечно, самое большое животное на планете Земля. Сами знаете, кто? Сло. Это очень важно. Да, сухопутный. И кит, кит из подводных. Но тут, наконец, самое интересное. Вот смотрите. Есть такие штуки, это мне очень нравится. Айсберги. Айсберги. Чтобы было понятно, что мы находимся в странном мире. Все знают, что такое айсберги. Да. Ледяные горы. Вот плавает какой-то кусок льда в воде. И все знают, что айсберги бывают очень большие. Но самое интересное вопрос. Я не помню, делали мы это упражнение в прошлом году или нет. Надо сказать, как вы себе представляете, какого размера айсберг. Вот, например, с вашей точки зрения, самый большой айсберг, он какой? Кандоплик. Какой дом? Как который, не знаю, есть предложение. Ну вот смотрите, вот есть версия, что как дом. Какой дом? Вот этот, который мы находимся? Нет. Такой. Вот 16-этажный дом поступило предложение. Вот кто-то говорит, такой, как разрушен Титаник. То есть, представляете, плывет корабль. Молчали, встречаются с айсбергом. Врезается корабль и погибает. Ну, наверное, большой. Ну, какой большой? Вот как отсюда, докуда? Ну, а как раньше у тебя, примерно, до озера? Нет. До куда? До города. Отсюда и до леса. Отсюда и до леса. Вот такой. У кого больше? Самый большой? Ну да, который известен людям. Ну, и даже и третий. Вот вы плывете на корабле, плывете, плывете, и вам кричат, ой, айсберг. Вы бегаете, и что вы ожидаете увидеть? Огромный кусочек. Маленький кусочек, большой кусочек. Вот какой самый большой кусочек люди видели? Огромный вот это как он? Видели в смысле? Реально, наблюдали. Не видно. До снарения. Вот отсюда не видно до горизонта, да? Но все-таки, если с Киевом с нами. Полный размер? Да, да, полный размер. Это реально вот здесь, до леса. До леса, да? А высоту? Полный размер. Высоту он метров сто, наверное. Метров сто. Вы можете напомнить, что... Давай, теперь, по дому, по дому, по дому, по дому, по дому, и одна четверть сверху. Да, одна. Одна седьмая часть. Плывет сверху, внизу огромный кусок льда. А вот смотри, как же. И еще не поднимается его? Нет, потому что он с берегами взаимодействует. Полностью плавающая сосулька. Ну, плавающая. То есть, она не примыкающая к земле. Какого размера? Вот, но есть в этой аудитории тот, кто считает, что он еще больше, чем до горизонта? Вот Маша считает. Маша, какой? Как что? Как отсюда до Киева, да? У кого? У кого еще больше? А как отсюда до Киева айсберг? Вас устраивает? Мы ехали сколько до Киева? Ну, полчасика. Километра. Нет, по площади. Площадь? Да. По площади. Нет, я представляю, отсюда до Киева это не по площади, это просто его... Просто его... Ну, диаметр, диаметр. Это самая-самая версия, как до Киева. Да, диаметр. Но пока самая большая версия, как до Киева. Да. Нет, сверху плавает одна седьмая часть того, что под воду. Он огромный, может быть, не зон. Какой, Настя? Ну, это... Это уже слишком. Короче говоря, вот я, когда это спрашиваю, зачем мне это спрашивают? Я еще в жизни не встретил человека, ну, в жизни не встретил человека, который, во-первых, знает, какой самый большой айсберг, а во-вторых, ну, все же себе как-то айсберг представляют, но никто не представляет ничего близкого к реальности. Потому что даже самые вот гигантоманы, они говорят, ну, например, ну, такой, как Киев, вот, например. А Киев, представляете, 3 миллиона людей, вот весь город, Киев плывет. Оказалось, что, оказалось, что самый большой айсберг, который наблюдали люди, реально самый большой, 192, по-моему, километра, то есть это как отсюда до полка. Ну, 115, не-не-не, не 115, 190 еще. В 2010 году. Сколько? Более 115 километров и более 2500 площадей. Да, то есть и он по площади, как остров Ямайка. Вот это дрянь, ее наблюдали, и на ней установили американцы GPS-ы, и наблюдали за ним. И однажды, это мне очень понравилось. Прощение. Да. Это то, что я писал, это осколок. Правильно. Вот тот оригинал, оригинал, 192 километра, по-моему. И 100 тысяч квадратных километров. Да. Он плавал, и за ним следили. И вдруг в новостях пошла информация. Это 2005 год, да? Да. Никто не заметил, вот никто не заметил этой новости, это моя любимая новость. В 2005 году была новость, по всем телевизионным каналам сообщали, что осторожно, осторожно, айсберг такой-то может, может, не исключена вероятность, что он врежется в Антарктиду. Я вообще не понял, в чем прикол, потому что на Антарктида это кусок льда, другой кусок льда врежется, ну что получится, два куска льда. Что тут такого? Ну, а эта штука 190, по-моему, с чем-то километров. Ну, и я не мог понять, в чем сенсация. В общем, все наблюдали, а для нормального человека там 192, это ничего, ему некогда сравнивать числа. Короче говоря, пошла следующая новость, геологи, вот эти специалисты, поглясиологи, по айсбергам поздравили человечество с тем, что этот айсберг не врезался в Антарктиду, прошел мимо, слегка зацепил выступающий с Антарктиды ледовый язык, сбил его, но не врезался в континент. И кусок льда отвалился, и запрудил собой долину, в которой жили император, самая большая в мире колония императорских пингвинов, они погибли. Но геологи все равно говорили, слава богу, как же повезло, что он проскочил мимо. И вообще было непонятно почему. Но потом пришла еще одна новость, и стало понятно, с чем было связано беспокойство. Потому что вот от того, что он задел язык льда, в Новой Зеландии было зарегистрировано землетрясение. Он просто сквозанул и разгололся на две части. Вот масса маленькая стала 115 километров, ну да, большая, а вторая соответственно. Он разгололся на две части и плавает. Вот я этот пример очень люблю. Почему? Потому что в нашей голове плавают всякие образования. Нам кажется, что мы все знаем. Например, кометы летают, планеты, айсберги плавают. Но когда мы сравниваем это с реальностью, оказывается, что наше представление о мире вообще никак не соответствует тому, что за окном. Мой любимый пример такой, вот надо маленьких детей спросить вначале, сколько лучей у снежинки? У снежинки, есть лучики? Шесть. Шесть. У кого какие варианты еще? Шесть. А там не бывает одинаковых снежинок? Не бывает одинаковых снежинок, есть версия. Еще? Пять. Пять. Еще кто сказал пять? Самых больших или ладных? Кто сказал пять? Семь. Вообще всех. Но у снежинка. Вот смотри, снежинка, вот так устроена. Вот может быть такая, может быть такая. Сколько таких лучиков можно будет? От пяти до десяти. От пяти до десяти. Шесть. Забыл, сколько вы сказали. Пять. Семь. От пяти до десяти. Да. А если учить, то вопрос задает у нас. Сколько, сколько? Восемьсот. А? Ну, так еще вариант. Одинаковое число. Да, одинаковое. Вот шесть было дверей. Сережа говорит шесть. Вот есть версия девять. Скажите, пожалуйста, кто никогда в жизни не видел снежинку? Есть такие люди? Нет. То есть каждую зиму все несчастные дети выходят на улицу гулять, падает снег. Все разглядывают эти снежинки. И никто никогда не сосчитал. Куда это гонится? Все же умеют читать от одного до десяти. От пяти до десяти. Вот Юль говорит, от пяти до десяти. Если вы посмотрите на советские открытки для любителей советской старины, то вы увидите, что на новогодних открытках часто рисовали звезды пятиконечными. Эти снежинки. Снежинки рисовали. Но, конечно, они не пятиконечные. Это только на советских открытках они пятиконечные. Но, во-первых, у них у всех одинаковое количество лучей. Это раз. У всех одинаково. Не бывает от пяти до десяти. Ровно. Семь. Шесть. Больше девять. Шесть. Шесть. Ровно шесть. То есть когда доживете до зимы, надо проверить. Вот когда будет зима, надо идти считать лучи. Бывают шестиугольные и двенадцатиугольные. Если мы увидели двенадцатиугольную, это значит, две снежинки склеились. Ничего это больше не значит. Просто они в воздухе склеились. И никак иначе не бывает. Всегда шесть. Смотрите, все люди видели снежинки, никто не считает. Но их всего шесть. Шесть. Вот, например, пчелиные соты. Не все люди видели. Но почему-то знают, что они шестиугольные. Правильно? А снежинки все видели. Но почему-то говорят, что сколько хочешь там лучей. Ерунда какая-то. Но дальше. Был ученый, епископ один. Который решил понаблюдать, нарисовать все возможные снежинки. И вел дневник наблюдений. Он как настоящий ученый, не хотел фантазировать, просто рисовал. Нарисовал большой альбом. И когда туда он умер, его опубликовали. И когда посмотрели, туда ахнули. Потому что у него там были какие хочешь снежинки. И пять, и восемь, и двадцать пять лучиков. И всякие елочки. Это значит, что он думал, что он наблюдает. А на самом деле он фантазировал. Они как-то так тают, что он... Ну, ему показалось, что он увидел. Он увидел, что-то там нарисовал. Это интересно, что это было с человеком, который искренне хотел нарисовать то, как есть. Оказалось, что там, конечно, не то, как есть. Их шесть, и все. И никаких вариантов. В 1600 году родился человек, или это Декарт, нет. В первой половине 17 века жил человек, которого звали Иоанн Кеплер. Однажды он шел в гости к другому человеку, очень богатому. Его другу в Праге, который коллекционировал ничтожно малые вещи. Его друг. Ничтожно малые вещи. Он любил все маленькое. И Кеплер решил ему подарить что-то совсем уже совершенно маленькое. И написал трактат о снежинке. Письмо другу о том, как устроена снежинка. Это один из первых трактатов по науке кристаллографии. Он там впервые попробовал объяснить, почему у всех снежинок шесть лучиков. Но дальше больше, дальше больше. Я хотел эту историю рассказать, потому что это детская история. В 19 веке в Америке жил мальчик, которого звали, он по фамилии Бентли. Точно так же, как машина. Был мальчик Бентли. Если вы посмотрите в интернет, его зовут Бентли по прозвищу Снежинка. Это был мальчик, жил на ферме, которому мама подарила две вещи. Микроскоп. Лидочка сказала, чтобы я вам микроскоп посмотрел. Но я думаю, что показал. Но он стоит там, его можно еще сломать больше, чем он есть. Он уже все равно сломанный. И, короче говоря, мама ему подарила микроскоп и фотоаппарат одновременно. В начале, в конце 19-го, начале 20-го века фотоаппарат это была огромная машина. И она фотографировала только покоящиеся предметы. Вот, например, если вы быстро движетесь, там была выдержка несколько минут, 20 минут. И поэтому там ничего не будет, будет только пятно. Поэтому, если вы хотите сделать нормальную фотографию, вы должны фотографировать что-то неподвижное. А мы, конечно, знаем, что в конце 19-го века уже были семейные фотографии. Вот если вы на них посмотрите, семейные фотографии 19-го века, то вы увидите, что там у семьи есть совершенно зверские лица. А это связано с тем, что их всех фиксировали. И им штативами закрепляли головы, прикручивали, усаживали в композиции, так, чтобы штатив, и чтобы они не шевелились. Шевелиться было нельзя. Есть моя любимая фотография, на которой изображен приезд государя-императора Николая II, по-моему, в Ростов, что на Дону, или куда-то еще. И там есть фотография богослужения в церкви с балкона. И там удивительная фотография. Стоят офицеры-мужчины, совершенно четко видно их. Четко. Можно даже рассмотреть и полеты, форму одежды. И рядом с ними стоят дамы. А дамы одеты в белое платье и в шляпках. В шляпках. И дам мы рассмотреть не можем. Вот если вы заходите узнать, какие у них были шляпки, ничего не получится. Потому что стоят мужчины, а рядом такие белые облака. Это значит, что дамы уже тогда вертелись на службу. То есть простоять неподвижно 20 минут, это было невозможно. И поэтому там такие просто пятна белые. Возле каждого офицера, который стоял так. Но сейчас, конечно, не так. Сейчас уже у всех одинаково демократичные пятна. По-моему, сейчас наоборот, женщины умеют стать спокойнее. Но это свойство фотографии. Поэтому фотографы 19 века не любили фотографировать людей. Потому что они непоседливые. Это очень сложно заставить человека не шевелиться. Поэтому фотографировали либо трупы, очень удобно. Либо неподвижные объекты. И поэтому самые красивые фотографии, это были фотографии неподвижных вещей. Растений. И, конечно, есть удивительные красоты альбомы. Всяких камней, растений. Это пожалуйста. Но все-таки, вот этот человек Бентли по прозвищу Снежинка. Догадался, что совместить микроскоп и фотоаппарат. Придумал способ зимой фотографировать Снежинки. Если вы в интернете посмотрите, это одна из самых красивейших вещей в истории фотографии. Его коллекция Снежинок. Он как на охоту каждый сезон, каждую зиму начинал охотиться за Снежинками. Нафотографировал несколько тысяч штук. И, конечно, придумал этот афоризм, который знает каждый американец. И даже знает, кто это сказал. И за пределами Америки это уже никто не знает. Что Бентли по прозвищу Снежинка однажды сказал, что не бывает двух одинаковых Снежинок. Вот он его за несколько лет, по-моему, больше 10 лет, 20 лет он фотографировал. Ему не удалось найти двух одинаковых. И есть эти альбогы в интернете. Хорошо выложены и опубликованы. Но дальше, как только он это сказал, конечно же, в Японии, на острове Хоккайдо, появился японский физик, который во время войны, пока все воевали, решил у себя в лаборатории искусственным образом вырастить Снежинку, такую, какую хочешь. По заказу. Вот нарисовать Снежинку, по каталогу выбрать, Бентли, например, а потом вырастить. И ему это удалось. Пока Япония воевала, за это время он научился, построил оборудование и вырастил. Потом прошло очень много времени, и в Америке появился еще один парень, он сейчас живой, который создал целую индустрию производства Снежинок по каталогам. И если вы захотите другу подарить Снежинку, то вы можете в интернете заказать такую, которая вам больше всего нравится, и вам за определенную сумму по интернету пришлют домой Снежинку, которую вы заказали. Она будет находиться в маленьком холодильничке, она будет на игле, будет микроскопик, и вы увидите, что вам прислали именно то, что заказали, специально для вас вырастили. Вот про что это вся история? Кажется, что люди вообще занимаются ерундой. А что? Про идиотизм. Про идиотизм, про ерунду. Вот как Кеплер начал эту тему, но удивительно, что я начал не Кеплер, а тот человек, который решил изучить, какие бывают... Вот хороший вопрос, сколько стоит? Вот чем меньше ребенок, тем точнее вопрос. Сколько стоит? Какого размера холодильник? Это все очень важные вопросы. Я только привезу домой такое, что мама не потеряла. Какая фирма? Фирма, я недавно проверял в интернете, фирма... Легко установить. У меня где-то записано, там, в блокнотике. Вот, но, короче говоря, важно, что пока люди занимаются чем-то там, войнами, экономикой, государственными системами, переворотами, в это время какие-то люди заняты делом. Отвечают на вопрос, почему шесть лучиков у снежинки? И у них из этого получаются какие-то хорошие вещи. Ну вот, я это рассказывал вот про что. Когда мы думаем о мире, мы очень много фантазируем. В самых простых, самых простых вещах. В самых простых вещах. Вот, например, все знают, что в 19 веке люди пили напитки летом, когда было жарко, в Нью-Йорке там, например, или в Австралии, со льдом. Со льдом. Вот, например, нет детский напиток виски, надо пить со льдом. Спрашивается вопрос, где в середине 19 века летом в жару в Нью-Йорке брали лед? В каждом доме. Выращивали. Каким образом? А где заказали? А где заказали? Откуда им привозили? Ездили в Антарктику. Ездили в Антарктику, это очень сложно. Морозилку заставали? Морозилки не было. Холодильников не было. И что с холодной водой? Где брали холодную воду? В погребе можно что-то сохранить, но что сохранять? Однажды в Лондоне, по-моему, где-то в середине 19 века появился магазин в центре города, в котором всегда, каждый день новый, стоял куб, куб льда. Куб льда стоял, чистейший. И было написано, самый чистый лед из Америки. Куб стоял в Лондоне. И это был фирменный, такой идеальный товар. Торговали льдом. Где его брали? Его брали. Оказалось, что в Америке была война двух олигархов, которые поделили между собой весь лед Америки на великих озерах, к которым относились как к плантации. они замерзали, замерзали зимой. Их собирали буквально как урожай летом, осенью с полей. Этот лед собирали, паковали, отвозили в склады и потом поставляли в специальных вагонах, в которых он долго не тает. Он, конечно, тает. Но, например, когда его грузили на корабль и отправляли в Австралию через экватор, то можно себе представить, сколько до экватора, до Австралии доплывала льда. В основном вода доплывала. То есть возили воду, и поэтому лед в Австралии стоил дорого. Гораздо дороже, чем в Америке. И вот в середине 19 века, в середине 19 века в Америке наладили доставку льда по почте. Были специальные люди, которые назывались айсмен. Эти айсмены выглядели как почтальоны. Были специальные машинки, которые доставляли в айсбоксах лед в квартиру. Он в течение дня таял, находясь в специальных местах как можно медленнее, но все-таки его хватало на день. И на следующий утро привозили новый лед. Это работало по почте, по подписке, и такие были объемы продаж, что это было как-то приемлемо для быта. И вот в этом во второй половине 19 века во всех больших городах был лед. Но самое главное, только в середине 19 века людям удалось попробовать еду, которую выращивали не в их области. Понятно, но, например, что какое мясо ели в Нью-Йорке? Такое, которое выращено под Нью-Йорком. Потому что далеко везти пропадет. И вот впервые в 19 веке появилось, например, мясо не только из Калифорнии, но из Анды, из Латинской Америки. Его привозили, говорили, что оно какое-то особенно вкусное. Но самое главное, что начали возить продукты по всем огромным странам. И впервые исчезла проблема того, откуда у вас клубника в Америке. Она исчезла благодаря тому, что научились транспортировать лед. Почему это было важно? Потому что когда один французский монар в начале 20 века изобрел холодильник и научился производить искусственный лед, эта машина была такая огромная и сложная, что стоила дороже Форда. Который тоже в то время был огромной и сложной. И стоил очень дорого. Это было очень глупо покупать такую машину, чтобы производить лед. Конкуренты, олигархи развернули потрясающую пропагандистскую компанию про то, что искусственный лед вреден для здоровья. Что надо есть естественный с озером. А искусственный очень вреден. Но все равно они зря волновались, потому что этот искусственный лед стоил в несколько раз дороже естественного. Но кто совершил этот цивилизационный прорыв и заставил человечество пересесть на холодильнике? Как вы думаете, на каком континенте это произошло? На Австралии. В Австралии. Потому что там был самый дорогой лед на планете и вывозили из Америки. И поэтому он в Америке стоил, вернее, в Австралии он стоил гораздо дороже, чем во всем мире. И это оказалась первая страна, в которой искусственный лед дешевле, чем естественный. И там начали все-таки покупать холодильники отказались от покупки естественного льда из Америки. И постепенно, постепенно холодильники стали распространяться везде. Первые советские холодильники появились в Харькове. Вот так. Маленькая реклама. Австралии сахару из полюса. Почему они не могли со своего южного полюса лезать? Потому что из полюса никто лед не возит. Это опасно. Опасно. Кстати говоря, давайте вот по поводу яру. У нас такая тема сегодня не про жизнь. Но все-таки вот смотрите, у нас тема такая про то, что мир, в котором мы живем, мы думаем, что он такой, как мы его представляем, на самом деле мы очень сильно фантазируем. То есть мы говорим, ну каждый знает, что есть айсберг. Но у нас в голове плавает такой маленький айсберг, а на самом деле он гигантский. Если мы встретимся с реальностью, мы просто помрем отчасти. Просто когда увидим, что это средневековый предрассудок, что только дикие суверные люди верят, что есть какая-то земля на юге, а ученые доказали, что никакой земли нет. Как они это доказали? Они начали туда стараться поплыть. И вот они плывут, набирают все больше, 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 плывут, плывут, плывут. Что они встречают? Они встречают лед, которого все больше, 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 и в какой-то момент говорят, да ну хватит. разворачиваются и выплывают. И вот был один, это моя любимая история, был такой адмирал Росс, который вообще молодец. Вот это если земля, вот здесь Антарктида, да, сверху мы найдем. Есть такая штука море Росса, она устроена так, вот здесь такая дырка в Антарктиде, которая доходит почти до полюса. И он был самый отважный, он поплыл, но ему не повезло. Он попал в эту дырку. Он именно в этом месте начал набирать. Он плыл там сквозь льды очень медленно, сквозь эти айсберги страшные. Плыл, плыл, пробирался, 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 дошел до отчаянно рекордного, рекордной широты и сказал, ну хватит, точно никакой земли. Развернулся, он плыл и с тех пор люди были совершенно уверены, что никакой Антарктиды не существует. Если есть люди, которые до сих пор считают Жюль Верна, есть такие люди в аудитории? Олег читал? Кто еще читал? Жюль Верна. Кто читал 20 тысяч льев под водой? Три человека, четыре человека, пять человеков читали? Вот, среди шесть человеков кто еще? Сережа читал? Ну Сереж. 20 тысяч льев под водой читал? Интересно. Вот интересно, что с этим романом? Что все читали, все помнят Капитан Немо, там, Наутил Спасли, все что хотите, помнят, но не помнят, что они однажды проплыли под Южным полюсом. Там в романе описывается, как они проплыли под Южным полюсом. Это означает, что Жюль Верн, когда писал свои романы, нарушенно-популярные, все, и Жюль Верн, включительно, точно знали, что никакой Антарктиды нет. Это было, между прочим, не в 18 веке, это было в конце 19 века. То есть, еще в начале 20 века люди были не очень уверены, что Антарктида существует. Неплохо же. Тогда, когда казалось, что об земном шаре уж точно все известно. Но про Антарктиду узнали в начале 20 века, в конце 19 века. Считается, что русские открыли, потому что туда поплыли, но это неправда, потому что они открыли несколько островов и без них открывали. Они открыли просто самые южные острова, которые знали люди, сказали земля. Но поскольку там все валяло, там было непонятно. И оказалось, что это острова. Это еще не настоящая Антарктида. Но, казалось бы, вот опять, для пришедших, кажется, что чем севернее мы плывем, тем должно быть все холоднее и холоднее, и жизни все меньше. и меньше. Но сейчас в Антарктиде, у нас, то есть у Украины, есть своя станция. Это, между прочим, не шутки. Потому что не у многих, не у всех, далеко не у всех стран в Антарктиде есть своя научная станция. Наша станция называется Академик Вернадский. И, конечно, Украина бы не смогла ее построить сама. Это очень дорого строить станцию в Антарктиде. Как украинцам удалось заполучить станцию? Ее нам подарили англичане. И она называлась раньше Майкл Парадей. И Майкл Парадей, это была английская станция, знаменитая тем, что именно с нее англичане начали, Скотт начал соревнования по покорению Южного полюса вместе с Амундсеном. Амундсен по старинке ехал на собаках. А Скотт, как англичанин и певец цивилизации и техники, решил использовать машины и технику. Машины и техника испортили, и он погиб. И еще хуже, не просто погиб, а доехал и увидел, что на полюсе был Амундсен, а потом еще и замерз. И поэтому в Кембридже существует прекрасный институт полярных исследований имени Скотта. Ну и есть хороший очень фильм о нем, которого играет тот же самый человек, который играл Гладиатора, как его зовут. Красного. Играет. Что? Да. Он тем самым был вторым. А вот так и называется Скотт. И фильм хороший. Фильм хороший. А? Не, не, не. Ну короче говоря, тема такая. А, и про жизнь, про жизнь. На нашей станции Вернацки работает много биологов, которые занимаются нырянием, изучением жизни в Антарктиде. Кажется, какая там жизнь. А она кишма кишит. И самое интересное, почему всех биологов туда просто тянет, в эту Антарктиду. Потому что есть и подводное, ну морское течение, полностью закольцовывающее Антарктиду. И там существует такое сильное течение, что ни одно, ни одно животное не может преодолеть это течение. И там существуют формы жизни, которые не могут преодолеть этот поток. И ниже этого течения существует совершенно другая жизнь, чем северная. И поэтому все туда ныряют, изучают, там есть заповедники, есть даже туризм. когда люди просто платят за то, чтобы слетать на биостанцию на какое-то время и там понырять. Понырять в сезон. Короче говоря, жизни, чем южнее, тем больше. Вот, это надо запомнить. И чем севернее, конечно. Чем холоднее, тем больше жизни. Это то, во что никак не могли поверить люди в 19 веке. Они считали, что чем глубже ты ныряешь, тем меньше жизни, потому что света нет. Какая может быть жизнь там, где нет света и где сильно давят. Оказалось, что есть. Причем, если я не ошибаюсь, угрейки размножаются, они туда проливаются, там размножаются и потом здесь через Черное море и обратно наверх. Да, да, да. Ну, короче говоря, что с жизнью можно проделать? Смотреть на существа больше, чем мы, не очень интересно. Ну, интересно мне очень, на слонов и на китов. На китов смотреть сложно, но в 19 веке любили на них смотреть, потому что за ними охотились. А за слонами, ну, смотрим. Конечно, интереснее смотреть на все более маленькие и маленькие существа. Это, конечно, целое приключение, которое началось в 17 веке, в 1600, каком-нибудь там, в 65 году Роберт Гук в Лондоне опубликовал первые картинки, в которых он нарисовал то, что он увидел под микроскопом. В это время в Голландии жил человек, который знал только голландский язык, Антони Иван Левенгук, который придумал такую штуковину, до сих пор не знают, как она работала. Все ему верят, потому что он рисовал то, что видит, и оно совпадает с реальными объектами. Там типа 175-кратное увеличение. Но никто не понимает, как он это сделал, по крайней мере, это ерунду, которая во всех учебниках нарисована. Никто не может повторить. То есть она не дает такого увеличения. Но он построил машинку по увеличению, он был мастером по производству линз и умел делать всякие оптические сложные устройства. Вот он начал стараться увидеть вещи как можно более маленькие, 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 маленькие. И он был еще знаменит тем, это так, на всякий случай для взрослых, что его лучшим другом был художник Вермеер. Они жили в одном городе. И у Вермеера, кто видел картины Вермеера? Кто представляет, как Вермеер выглядел? Хоть чуть-чуть. А, это очень жалко. Главное, что они выглядят как фотографии, но это такой гиперреализм. Как девушка у окна, читающая письмо. Какие картины? Буквально такие, ну почти гиперреалистические, с огромным количеством деталей и подробностей. Вот в творчестве Вермеера была такая загадка. Он рисовал как все, а потом стал рисовать как фотоаппарат. Просто раз и начал. До этого рисовал вот как вы на иконописи. А потом раз и стал рисовать как Вермеер. Что случилось? И вот есть такая гипотеза, что к этому привела его дружба с Левенгуком. Левенгук ему построил прибор, который полностью фотографически копировал модель, отбрасывал свет. Он обводил, обводил, делал прорисовку и потом уже работал с образом. Выглядит эта теория странной, но ее развивали, очень серьезно развили. Есть исследования о том, что в середине 17 века все художники, которые стали рисовать очень, очень подробно, детально и почти фотографически, не были просто магами, которые научились так делать, а на самом деле пользовались оптическими приборами и оптическими системами, но друг от друга держали это в тайне. Приборы уничтожали, никому не показывали. Есть книжка называется «Секрет нович», там про целую эту индустрию, у кого аппарат лучше, но самое главное к этому был причастен Левенгук, который своему другу Вермиру, кажется, обеспечил всю полагающуюся технику для срисовывания. Вот. Но дальше Левенгук начинает смотреть все подряд, все подряд. Там, ну, в воду посмотрел, увидел, что там кишмя-киши. Ладно, это был большой сюрприз. А когда оказалось, например, что в воде этих существ больше, чем в городе жителей. Ну, и начались эти мифы про то, что не только надо далеко отправиться, чтобы увидеть там мириады существ, но достаточно посмотреть в микроскоп каплю воды и там тоже кишат. И там, может быть, опять начинаются фантазии про то, что вдруг там есть города, вдруг там целая цивилизация, кто может запретить фантазировать, что там просто так же сложно, как и у нас. Левенгук увлекался очень. Он туда подкладывал все подряд. Все, что вам не нравится, он подложил. Я даже не буду перечислять, когда он посадил все, что мог, он посадил свою слюну. Это еще не плохо. И все, все остальное, что гораздо более, гораздо более фу. И когда он дошел уже до такого фу, что дальше некуда, он отправил картинки в Лондон и сопроводил это письмом, где глубоко извинялся в том, что серьезные ученые показывают такие мерзости. Но интересно, что эти вещи выглядели очень красиво. Очень красиво выглядели. Но он переживал, что они даже в таком виде неприятные. Просто человек смотрит на картинку красиво, а потом ему говорят, что это. Ему уже не нравится. Ему уже не нравится. Кажется, что это какая-то мерзость. Вот так Левенгук начал видеть странные вещи. И примерно в то же время вот этот человек не Левенгук, а Гук в Лондоне заявил, что он видит новые объекты, которые он назвал словом по-английски cells. Cells это клетки или клетий или монашеские кельи. Просто слово келья, келья происходит от латинского челия. И соответственно это монашеская келья. Он обнаружил, что все живое состоит из каких-то ну да, ну то есть он обнаружил что есть какие-то такие клеты, ну фрагментики, фрагментики и фрагментики. И тут начинается, смотрите, это все случилось в 17 веке. В 18 веке они увлекались всякой ерундой, классифицировали, тоже неплохо. И в 19 веке появилась эта странная идея, что если мы хотим узнать устройство хоть чего-нибудь, это надо сломать и найти вещи поменьше. С той надеждой, как с Легу, что мы в какой-то момент найдем детальки, которые повторяются. Конечно, это появилось в биологии, появился ботаник Броун, известный тем, что открыл Броунское движение, и он увидел внутри этих клеток, мало того, что клетки, еще кружочки и назвал их ядрами. И оказалось, что все растения и животные по-разному, но состоят из каких-то образований, названных клетками. Клетки везде одинаковые, ну почему одинаковые, потому что в каждом есть ядро, например, и какая-то примитивная структура. Есть пятно, стенки и ядро. Нормально. И в конце 19 века биологи были страшно счастливы той мыслью, что мир состоит из миллиардов живых существ, но в конце концов мы сможем все узнать, если разберемся с тем, как работает эта маленькая клеточка. Когда начали изучать, как она работает, оказалось, что она устроена точно сложнее, чем современный город. Но это стало ясно не сразу. То есть, логика была такая же. Найти самую-самую простую вещь, изучить, как одна работает, и потом понять, как из этих маленьких штуковин конструктор выстраивает все остальное. ткани, организмы, детей и так далее. И начали изучать клетку. Но оставался все-таки один вопрос. Что же такое жизнь? С одной стороны, жизнь это что-то, в конце концов, как не обсуждая жизнь, это можно было бы сейчас, кстати говоря, обсудить, что делает какую-то вещь живой. Вот, например, камень живой или не живой? Мы говорим, не живой. Почему? То есть он не движется, вернее так сказать, он не меняется. Он не меняется, да? То есть неживой это то, что для поддержания своего существования не нуждается в деятельности. Никакой. Вот там растение, оно живое или не живое? Например, евреи, ну в Библии в Ветхом Завете считали, что растение не живое. Это такие волосы земли. Почему? Потому что они не движутся. Они где стоят, там стоят. Потом появляется душа живая и это значит, что появились организмы, которые перемещаются в пространстве. Они как-то движутся. Но и мы можем сказать, что живое это то, что движется. То, чего есть душа, а душа проявляется в том, что эта вещь, штука движется, где хочет. Вот и живое. Но, конечно, это никакое неопределение. Потом, конечно, догадались, что все-таки, наверное, это какая-то штука, которая для своего существования может все сама делать. И, конечно, самое удивительное, она должна размножаться. Она должна размножаться. Она как-то должна уметь из себя самой производить точно такую штуку. Но в 19 веке люди вообще не верили, что от смешивания двух жидкостей может получиться что-то хорошее. Потому что, если вы смешиваете красную краску, красную водичку с желтой водичкой, получается некрасиво. Оранжевая. Ну да, оранжевая. Ерунда получается. Ну да. Но, короче говоря, в 19 веке люди столкнулись с такой историей, что если мы две вещи приводим в соприкосновение, то получается только хуже. Никто никогда не видел, чтобы две жидкости смешались и получилась какая-то структура, например. Это называлось всякими сложными словами, но, по крайней мере, все договорились, что в мире возрастает хаос. Какие-то порядки разрушаются и постепенно становится все больше и больше хаоса. Но это противоречило истории про жизнь. Потому что все видели, что с жизнью что-то противоположное. Потому что возникают порядки, возникают животные, которых раньше не было. И в конце концов человек. Тогда нужно объяснить, как это возможно, что взяли что-то из одного человека, взяли что-то из другого человека, смешали и получилась не оранжевая краска, а получился человек. С руками, с ногами, с головой. Как это возможно? Как это возможно? И вот совсем недавно, еще сто лет назад, еще сто лет назад, людям казалось, что они более-менее уже с миром разобрались, все знают. Но ни у одного человека не было здравой идеи, которая бы позволила объяснить, откуда берутся дети. просто ни один человек на земле на этот вопрос ответить не мог. Биологи предлагали две теории. Их было ровно две, но они, по-моему, это от отчаяния предлагали, потому что они обе, ну, по-моему, даже как только человек это придумал, в ту же секунду он понимал, что это глупость. Просто не было вариантов. Одна теория заключалась в том, что если мы берем определенную жидкость и погружаем ее, как семена, в землю, то вырастает растение. Мы берем семечко, сажаем в землю, получается растение. Если мы берем человеческую клетку, там, мужскую, помещаем в какую-то женскую, то что происходит, она тоже вырастает. Это значит, что в этой мужской клетке внутри, как космонавт, сидел человек, который просто плохо ел и вырос, и вырос со временем. Вот его было не видно, он был такой маленький, попал, понел, там, питался, в питательном растворе и просто вырос. Он там уже был с руками, ногами и все такое. Такая симпатичная теория была. Конечно, в этой теории есть очень простое опровержение. Где находится следующий человек? Его сын, этого выросшего. Это означает, что он находится внутри отца сразу. А у него еще один. Еще один, еще один. Это такая матрешечная теория была, что как бы все здорово, но внутри каждого из этих существ сидит, все меньше, 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 там всякие эти дети сидят, вот они попадают по очереди в питательную среду и вырастают. Это означает, что, во-первых, когда-то закончится. Вот сколько-то родится там поколение, все, не может же их быть бесконечно долго, они же не могут быть совсем уже маленькими. Но тогда это людей еще никого не смущало. В конце 19 века теория казалась, конечно, липовой, но другая была не лучше. Другая заключалась в том, что они берутся из ничего, как мыши из грязи. просто как-то происходит самозарождение. Это вообще совсем уже глупость. Одним словом, в начале 20 века, по-моему, когда там 1900 какой-нибудь, 20-й, 4-й, по-моему, в 5-м или 4-м, а в 1905-м или 4-м в Америке подтвердили, что существуют генетические законы. То есть вот в 4-м году не было никаких идей, кроме одной, что все-таки что-то от папы и мамы детям передается. Но это небольшое наблюдение. По-моему, это все и так знают. Без всякой большой науки было понятно, что что-то от папы и мамы было ребенка есть от обоих, потому что это в семье, невооруженным глазом. Тогда надо было объяснить, как это получается. И вот начали объяснять. Заранее надо сказать вот что. Что, смотрите, еще в 1900-м году на земле не было ни одного человека, который бы мог внятно объяснить, как возможно размножение. Ответ пришел в 1953-м году. То есть за 53 год, ну за полвека люди ответили на вопрос, как это получается. В принципе. Это появилась здравая идея. Сейчас мы ее разберем. Но в начале века ничего не было ясного. Зачем я это рассказываю? Что сейчас точно так же, как в начале 20-го века, есть один вопрос науки, про который точно так же ни у кого нет никаких идей. И есть надежда, что лет 50 и вы узнаете. Вот я, например, не уверен, что я проживу 50 лет и узнаю ответ на этот вопрос. А у вас есть шанс. Поэтому я всегда об этом... Посмотрите, в начале 20-го века люди не знали, откуда берутся дети и в 53-м году узнали. А сейчас существует такой же простой вопрос. Ни у кого нет никаких идей. И я надеюсь, что через лет 40-30, чтобы я успел узнать ответ, узнаю. Что это за вопрос? Что это за вопрос Сергея Филаренко? Быть или не быть, да? Хороший вопрос. А? Ну какой простой вопрос, на который вы бы хотели спросить? Да ни у кого ответ узнать. Даже отец Филарет не знает вообще никаких идей. кто дает жизнь. Это мы же знаем. Это каждый человек знает. Как работает мозг? А я не знаю. Как работает... На электронах. А? На электронах. На электронах. А чем отличается что-то меня дает бабы? Похоже? Может, это про смерть. Ну, короче говоря, единственный вопрос, который всех интересует, чем отличается живой мозг от мертвого. Или другой вопрос. Что это значит, что в мозгу появляются мысли? Вот когда мы мыслим, что там происходит? Какие вещества куда текут? Как взаимодействуют? Что происходит вот когда мы говорим? Это что значит в мозгу происходит? Текут по трубочкам. Вот что... Если идея текут по трубочкам. Правильно. Значит, есть две идеи, такие же глупые, как и про детей. Первая глупая идея, что мысли, они текут по трубочкам. Там просто есть какие-то такие процессы жидкости, электричества, которые как-то между собой текут, и образуются, видимо, зарегрения, которые выстреливают наружу какими-то словами. Это одна теория мышления. Ужасная. Вторая ужасная теория, но, между прочим, ее выдвигал один лобелевский лауреат, который в мозге хорошо разбирался. Человек Эклс, по фамилии Эклс, он считал, что он, наконец, проник в тайну мышления, понимание, как работает мозг. Он считал так, что мозг вообще не мыслит. Что все процессы мышления происходят не в мозгу, а в неком сознании, в неком таком мире, назовем его духовный, не знаю как, просто в сознании, а мозг работает просто как антенна. Он эти сигналы принимает каким-то образом и переводит в химию. И работает как антенна и усилитель этих сигналов. И просто мы умеем, мысли, мозг нужен для того, чтобы мысли воплощать. В словах, в образах, идеях, но сами мысли никакого отношения к мозгу могут не иметь. Они происходят как какие-то события вне мозга. Теория ужасная тоже, то есть, каждый ребенок может раскритиковать. Теория жидкости тоже не очень. И короче говоря, сейчас действительно ситуация с мозгом такая, что почти нет никаких идей. Но про мозг мы завтра поговорим. но действительно, вот ситуация похожая. Что было с тайной жизнью? Ну, в начале 20 века люди начали изучать, как же все-таки получается, что ребенок похож на папу и маму. Это называлось генетика. И выяснили, что есть какие-то признаки, которые передаются от папы к маме. Начали их изучать, классифицировать, попробовать понять, как они передаются. Но была одна проблема. Никто не знал, где эти гены находятся. Ну, вот как бы гены какие-то существуют, их даже можно изучать. Но что это такое в реальности? Где эти гены расположены? И вот оказалось, что еще в 1943 году, это тоже мне страшно нравится, вот представляете, в это время где-то идет Сталинград, битва. Какие-то серьезные люди решают проблемы планеты. Где-то есть лагеря ГУЛАГ, где-то есть производство огромной мощности, армии и танки. В это время один японец на острове Хоккайдо пытается выращивать снежинку, и у него не очень хорошо получается. Один немец по фамилии Фасмер сидит в Берлине и составляет лучшие в мире этимологические слова русского языка прямо в Берлине, в фашистском Берлине сидит и изучает. И когда советские войска пришли в Берлин, оказалось, что за ним следит несколько офицеров КГБ. И пишут нанесения, как он себя чувствует, как профессор Фасмер, есть у него дрова или нет, какую еду ему подбросить. То есть Фасмер этого ничего не знал. Его опекало несколько людей из Москвы, так, чтобы Фасмер не отвлекался и хорошо работал над этимологическим словарем русского языка. Когда они пришли в Берлин, эти товарищи пришли к Фасмеру, сказали, здравствуйте, профессор Фасмер, пора. Они знали, в каких чемоданах что лежит, взяли профессора Фасмера, чемодан, уехали в Москву, издали словарь, и теперь существует самый лучший в мире этимологический словарь русского языка Фасмера. Есть словарь Дали и Фасмера, вообще больше ничего нет. Нормальная история. В этой истории мне больше всего нравится Фасмер, который всю войну сидел в Берлине и составлял словарь русского языка. На Хоккайне сидел человек и делал снежинки и в это же самое время в 43-м году в Эдинбурге приехал очень странный человек, но уже знаменитый и днобелевский лауреат Эрлин Шрёдингер, который в биологии ничего не понимал, но был гениальный физик. И прочитал лекцию с простым названием «Что такое жизнь с точки зрения физика?» И в этой лекции он пытался решить проблему, по поводу которой ни у кого не было никаких идей. Как выглядят те штуки, которые переносят знания о наследственности о папе и маме. Что это такое? Молекула какая-то. Если молекула, то какая? Вот, например, все люди в то время думали, что это белок на всякий случай, для тех, кто знает. Все думали, что белок, и поэтому тайну жизни должны раскрыть люди, которые занимаются белком. Там почти все делали ставку, вот если бы в то время в букмекерской конторе кто-то бы сделал ставку, то все бы сделали ставку на Лайнуса Пулинга, который получил Номельскую премию за расшифровку структуры белков. И все точно знали, что он самый крутой в мире, и скорее всего, это он, который расшифрован. Но вышло все гораздо интереснее, потому что в этом, все, когда начали изучать клетку, в ней всегда находили только полезное образование. Было понятно, зачем эти бакуоли в растительной клетке, зачем это пятно. А было одно только непонятное. Внутри клетки есть ядро, а в нем плавает какая-то длинная-длинная молекула. Ну, сказать, что она длинная, это ничего не сказать. Называется она неприятным для детей словом, ничего не падаешь, надо выучить. Называется ДНК или дезокс-рибануклиновая кислота. Но дело не в этом. Дело в том, что она, во-первых, она красивая, во-вторых, длинная. Вот молекулы обычно не видно глазом. Молекулы вообще по определению маленькие. Что представляет собой молекула ДНК? Если ее развернуть, растянуть, растянуть и высушить, зафиксировать, то в каждой клеточке, а клеточек там просто миллионы, в каждой клеточке находится молекула длиной 2 метра. Это все-таки великолепно. Если из одного человеческого тела достать все молекулы ДНК, подсушить, вытянуть, подсушить и связать одно с одно, то получится до Луны. Расстояние. До Луны. Нитка до Луны. То есть, представляете, себе что-то? Больше. Да, но до Солнца. Но, короче, до Луны точно. До Луны. Обязательно. Но представьте себе, что происходит. Во-первых, мы все сделаны из атомов, которые когда-то были в звезде. Но это еще ладно. Звездные дети. Ладно, в каждой клетке лежит молекула длиной 2 метра. И люди в течение 40 лет считали, что она ни для чего не предназначена. Даже не было, почти не было в мире специалистов, которые изучали. Считалось почти как аппендицит. Можно вырезать и ничего не изменится. Это ерунда. Она выглядит очень неприятно. Ну, как все в человеческом органике. Это какая-то такая слизистая ерунда. Ну, и что, что нитка. Ну, и в общем, как-то было непонятно зачем она. В 43-м году Шрёдингер как физик начинает рассказывать на лекциях в Шотландии, где никакой войны нет. А в это время Сталинград. Он рассказывает, как должно выглядеть молекулу, которая в принципе способна передать информацию у родителей. Какие у него должны быть параметры. Он говорит, что она должна быть очень длинная, но, например, не меньше, чем столько-то. Она должна быть не периодическая, в ней не должны повторяться фрагменты. В ней должны быть информационные блоки такого-то размера и такого-то расстояния. И он попробовал её предсказать и стало всем понятно, стало всем немного неприятно. Потому что оказалось, что это ни в каком смысле не может быть белком. белок не может быть такой молекулой. В это время в Америке находился русский пьяница Георгий Галов. В Америке его звали Джордж, конечно, он однажды сбежал из Советского Союза на надувной лодке из Харькова. Он работал в Харькове где-то в 20-30-е годы, когда понял, что лучше не шутить с местными физиками. Я не знаю, когда он это принял решение, то ли до Ландау, то ли после, но, короче говоря, он уплыл в Америку. И в Америке, поскольку у него был оригинальный характер, у него было сильное чувство юмора, сейчас объясню, какое. И, во-вторых, он много пил. Вот это сочетание чувства юмора и способности много пить привело к тому, что ему ни разу не дали Нобелевскую премию, хотя он заработал на три. Это сейчас всем признают и всем стыдно. Что это за три Нобелевские премии? Во-первых, он придумал теорию большого взрыва. Уже неплохо. Уже неплохо. И предсказал, между прочим, реликтовой дочери. То есть, все придумал. Не дали Нобелевскую премию. Вторая вещь, которую он придумал, он объяснил, что такое альфоизлучение, с ним пропускаем. Будем считать, что это недостойно доброй скопины. И, наконец, третья теория, так называемый дунамифик, на нем построены сейчас все компьютеры. Он объяснил. И, наконец, третья вещь, он объяснил, как должен быть устроен генетический код. Он просто посчитал, что достаточно какой-то молекулы, у которой повторяется несколько букв, из которых комбинациями, определенным способом шифровки и дешифровки можно передать всю информацию. Он эту теорию опубликовал, Нобелевскую премию, не получил, поскольку у него был отвратительный характер, его не все читали. Ну, вот, например, Шрёдингер не читал. И в 43-м году, во время войны, появляются эти идеи, что есть какая-то молекула, никому неизвестная в организме, которую мы просто не изучаем. То, что мы знаем, не подходит. Должно быть что-то другое. Но что ни у каких идей. Потом оказалось, а вдруг, это было так, знаете, а вдруг, вдруг, вдруг это и есть вот эта длинная дрянь в гедре, которая ни для чего не нужна, как аппендицит. Вдруг это она. И начали ее изучать. Оказалось, что похоже. Оказалось, что похоже. Потянули. Кстати, по поводу чувства юмора Гаммова. Он, когда построил теорию большого взрыва и понял, что мир это такая штука, которая 13 миллиардов лет назад просто взорвалась из точки. Это же не очень такая идея привитивная. Он понял, что в результате этой теории он навсегда войдет в историю человечества. У меня вошел. Вошел, вошел. Все в порядке. Все вошел. Но смотрите, вот вы придумали, что мир... Уже надо глядать. У нас просто всех приглашают переключиться со снегринок на буквы. Если... Вот это институт. Даже в нашем университете дают перерыв на пиво. Но... Сейчас пойдем. Я просто хотел сказать про чувство юмора Гаммова и пойдем. То есть представьте себе человека, который сидит в Америке. Сидит в Америке. Понял, что мир когда-то взорвался из точки. Это же неплохо. Хорошая идея. И он сейчас пишет статью в журнал Nature. Это значит, что все прочтут и он навсегда войдет в историю человечества. Это же не шуточное переживание. Значит, как надо написать статью? Красиво. Потому что это будет как один из величайших текстов человечества. Правильно? Правильно. Он взялся за дело. Написал все красиво и подумал, но все равно недостаточно красиво. позвонил другу. Позвонил другу по фамилии Бетте. Ганс Бетте его звали. Этого физика. Он позвонил ему и говорит, слушай, Ганс, тут такое дело, ты бы не мог быть со мной соавтором статьи. Он говорит, зачем я? Говорит, я придумал теорию и мне нужен соавтор. Зачем соавтор? Обычно от соавторов избавляются. Он говорит, ну надо для красоты. А в чем красота заключается? Чтобы вы читали это. Что? Что? Он эту теорию придумал с человеком по фамилии по-моему Альфер. Альфер. Или какая-то такая фамилия, в которой слышится Альфа. И он понял, что в названии статьи про сотворение мира должно быть три фамилии. Альфер, Гамов, не хватает Бетте. И он позвонил человеку по фамилии Бетте для красоты. Просто чтобы под статьей было написано Альфа Бетте Гамов. Вот. Тот согласился и статья вышла с таким названием Бетте получил Нобелевскую премию по другой причине. Гамов не получил. Вот. И вот этот человек Гамов расшифровал. И тут последняя точка. И пойдем буквы рисовать. Прошло 10 лет. 43-й год. Сталинградская битва. Войну победили. Все закончилось. 53-й год. Вот если взрослых людей спросить, что случилось в 53-м году. Все говорят, умер Сталин. Вот как бы такое великое историческое событие. Вот великое или невеликое. Я просто, это богословский вопрос. Смотрите, в этом же году, в тот же самый день, умер кто? Бетта или Камов. Нет, это было бы неплохо, но они живы. Они живы. Умер второй или первый один из двух величайших композитов Советского Союза. Даже страшно спрашивать. Каких вы знаете советских композитов? Шестокотч. Нет, ну советский. Шестокотч, а второй? А второй? Их два всего было. Советских. Но как Шестокотч, такой же великый, только второй. Их всего два. Хорошая версия. На что? На Гэ. Не знаю, на Гэ. На Ерск. Нет, великий, как Шестокотч. Шестокотч жил, переехал в Кембридж. Его второй звали Крик. Он тоже не был биологом, он был физиком. Пошли пообедать. Они все время, их интересовала эта молекула. Вот, это между прочим была инициатива Крика, потому что Крик это был человек с какой-то безумной интуицией. Вот это парень, которому всю жизнь без слов. У него всегда, ему приходили идеи с одной стороны безумные, фантастические, с другой стороны совершенно реалистические. Они сидели в кафе, Крик не знал химию. Вообще не знал. очень плохо знал. То, что химики знают наизусть, он никогда не знал. Формулу он писать не умел, проверял в справочниках, как пишется. Каждый раз проверял в справочниках. Они сидели в кафе и обсуждали, что это за странная молекула ДНК, если, как она вообще может выглядеть, что это, как она устроена. Были разные идеи, кое-что было известно. У нее была подружечка в Лондоне, которая, как талантливая девушка, все очень хорошо измеряла. И главное, она рентгеном старалась определить структуру этих молекул. У нее получались очень красивые фотографии. Но она быстро умерла, потому что это очень вредно. Рентгеном облучать. Рентгеном фотографировать. Благодаря ее рентгенограммам она умерла, но у нее было два друга, Крик и Водсона, которые к ней иногда приезжали выпить. И они знали, что у нее много красивых фотографий. Они взяли эти фотографии красивые, очень быстро получили Нобелевские премии. Конечно, и подделу получили. Но интересно, что эта девушка не получила. И сейчас это главная, как сказать, женская икона европейской науки. Это редкий случай, когда всем известно, что благодаря ее результатам мы все узнали, но никто даже не заметил, как она их получила. Потому что наши герои взяли ее фотографии, пошли в кафе. Ну, я, конечно, сильно упрощаю, но они смотрели, 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 и Крик вдруг все понял. Вдруг все понял. И нарисовал вот эту знаменитую штуку, вот такого, что есть одна Мариокова, есть другая, другая Мариокова. Как ее там назвать? Мариокова. Мариокова. Господи. Ну, короче, две мишки, которые крутятся одна вокруг. Называется двойная спираль. Вот Крик догадался, что она такая, что это две нитки, которые между собой сцеплены и перекручены. И свернуты в такую кружинку. Он так обрадовался, что они пошли в Кемплиже к крупнейшему специалисту по нуклеотидам, по этим деталькам, из которых собрана эта спираль, и сказали, ну как? Он сказал, он дал им доступ, дал мел, сказал, пишите. Крик сказал, что писать? То, он сказал, пишите формулы. Он сказал, вы что, хотите, чтобы я их наизусть помнил? Этот химик их прогнал, сказал парень, идите учите химию, потому что эти формулы узнает любой студент. А Крик не знал. Все было до такой степени плохо, но в 1953 году они пишут эту статью, пишут эту статью, статья очень маленькая, не помню, сколько страниц, но по-моему, даже не 10. Очень маленькая статья, которую во всем мире прочли, и человечество в течение нескольких месяцев, по мере чтения этой статьи, перешло в другую совершенно цивилизацию. В 1953 году человечество переехало в другую реальность. И вся биология, все знание жизни стало совершенно другим, и постепенно это только нарастало. И вот спрашивается вопрос, кто был историческим деятелем. Крик и отца на него с офицером и Штайном все-таки. Ну, они, наверное, прошли отмечать его, вспоминать Сталина? Ну, они, между прочим, в поминальное кафе ходили. Это папа Игл, там до сих пор, конечно, они на салфетке это нарисовали, там до сих пор тебе и столик покажет, где они это нарисовали. Это тот самый папа, из которого на войну уходили кембриджские летчики, которые там погибли, и дымом, как бы сказать, свечками по потолку закопченые писали свои имена. Эти надписи там до сих пор сохранены. То есть это действительно мемориальное водительное кафе в центре кембра. Александр Семенович, а как ты называли люди, что ты называешь Розалин? Розалин. Звали ее. Розалин. Она жила в Лондоне. Сейчас она там так же велика, как и Крик, и Отцон. Я хотел рассказать только последнюю вещь еще про, уже почти все рассказал, про Крик. Они жили долго, Крик умер совсем недавно. Ему удалось предсказать почти все. Не только ДНК, но и РНК, что бывает информационная, транспортная. Все, что он придумывал, все угадал. Он был безумчик. Он придумал, он говорил, должна быть информационная. Пожалуйста, через несколько лет ее находили. Он говорил, должна быть транспортная. Очень хорошо. Тоже нашли. И так далее. Так он жил. И это был первый человек, которому надоели теории промышления. Он понял, что это две глупых теории. Одна про то, что в мозгу жидкости какие-то текут. Вторая теория про то, что мысли не в мозгу. И он на все свои нобелевские тени основал в Америке институт. И на перегонки со смертью, он понял, что у него сколько-то времени есть, он решил за оставшиеся годы решить проблему биологических косну умышления. И он развернул невероятную активность. Он за эти 10 лет сделал какие-то совершенно удивительные вещи. Но, конечно, самое удивительное, что он взрастил команду людей, которые до сих пор работают. И один из самых известных людей в этой компании обладает удивительным именем Вильям Пур Рама Чандран. Вот завтра будет история про Вильям Пура Рама Чандрана, который пытается разгадать тайну умышления прямо сегодня. Какое свое обучение о том, когда Крик умер? Крик умер? Вот я не могу, Или 3-м, еще там, или 5-м, вот здесь. Прямо когда ты родился, когда ты родился, да? Ну, если еще 3-м, ну, вот такая история. Я когда родился, умер Кагарин. Я вот теперь думаю, что это для меня значит. Или для него. Или для него, да. Готовить себя к космосу или не готовить, я вообще не понимаю. И Лангаву еще. Ну, это ладно, это ничего страшного. Сколько ладей? А? Сколько ладей? Что, что? Гогарин, какого числа нет? Ну, вот я считаю, что Лали, например, гораздо хуже. Она родилась 26-го октября, в тот день, когда в полдень, как мы знаем, в 2004 году до Рождества Христова Господь создал Адаму. По почетам этого архиепископа английского Ашера. Глупость, конечно. А? Насколько там тысяч лет? Главное, чтобы полдень не нравится. Ну, конечно, должно быть фильм. Должно быть хорошенько фильм. Ну вот, то есть Георгий примерно произвел рокировку с криком. Акцентр. Уотсон до сих пор живой. Конечно. Уотсон возглавлял проект Геном человека. И со скандалом из него вышел. Значит, это была группа, которая поставила задачу расширпать весь генетический полчеловека. Они задачу, можно сказать, почти решили. Все интересное, что хотели узнать. Этим проектом руководил Уотсон. Ушел со скандалом, заявив, что наука превратилась в коммерческое предприятие, что исследования вернутся только в том случае, если это приносит непосредственную практическую выгоду и не позволяет ответить на фундаментальные вопросы. Ему было неинтересно, он ушел. До сих пор жив-здоров. Есть его лекции в интернете, канал «Элементы». Смотрите, сколько хотите. Живой Уотсон рассказывает. Крик помер можно было три дня. Назавтра, минут. 28 июля 2004 года в возрасте 88 лет. Какого года? 2004. А вот 88 лет. И Рамачандран Вильям Пур Рамачандран считает, что он наконец немного догадался о том, как двигаться с точки зрения изучения биологических основ жизни, мозга, мышления. Об этом немножечко, немножечко завтра поговорим. Так само прошлое жить. Вот такие ребята. Теперь буквы будем. Какие есть вопросы? Нормальный вопрос есть? Завтра. Четыре часа. Пойдемте на халлиографию. Пойдемте. Четыре часа. вязание. Продолжение следует...